На предстоящем заседании депутаты примут решение по двум инициативам. Выделение почти 50 миллионов рублей для оренбургских пассажирских перевозок. Напомним, муниципальное предприятие подало в суд на мэрию для возмещения убытков из-за ковидных ограничений. И более двух миллионов на покупку нового автомобиля для нужд городского совета. Мнения на этот счёт у парламентариев разделились. В числе тех, кто не поддерживал изменения в бюджет города, были и представители партии власти. Те, кто против, оказалось, они ездят на автомобилях куда гораздо дороже, нежели чем стоимость за 2 миллиона рублей. Пробег на автомобиль, который планируется заменить, составляет порядка 280 тысяч километров пробег уже. И, соответственно, если мы возьмём «Ладу Весту», то гарантийный срок службы её будет не столь велик, как у автомобиля импортного производства. Высказал сомнения в целесообразности выделения дополнительных денег и прокурор Оренбурга Андрей Жугин. В письме прокурор указывает, что на данный момент не представлено оснований для изменения бюджета. Помимо этого, заявление в суд от муниципального предприятия поступило лишь 22 марта. Соответственно, сейчас неизвестны даже сроки принятия решения. А вот депутаты уже думают, где взять деньги. Ряд помещений и муниципальных предприятий сдаются в аренду. А куда эти средства идут? В само муниципальное предприятие, а потом, чтобы на зарплату рабочим? Или куда? Или кому-то в карман какому-то чиновнику или предпринимателю? Оренбургский городской совет намерен в 2021 году увеличить свои расходы почти на 8 миллионов рублей. Так, затраты на председателя планируют повысить на 620 тысяч в год. Есть намерение и изменить оплату депутатам, работающим на постоянной основе, на что уйдет еще 240 тысяч на каждого. 2 миллиона 200 тысяч хотят потратить на новый автомобиль. Отметим, сегодня на балансе горсовета находятся 4 машины. Это максимально заложенная сумма, которая фактически может быть и ниже. Автомобиль будет использоваться исключительно для служебных целей, как депутатами, так и сотрудниками аппарата ОГС. Как будут воспринимать депутаты, когда он приедет на встречу на автомобиле, про который мы разговариваем, обсуждение идет, какой автомобиль точно же еще неизвестно. Или он приедет на велосипеде. Ну то есть понимаете то, что депутат не будет воспринимать, хотя и так депутатов многих не воспринимают и ни во что не ставят. Каждый депутат должен ездить на своем личном автомобиле или ходить пешком, ездить на общественном транспорте. Поэтому для меня даже обсуждать это я не вижу смысла, ввиду более того еще в такой ситуации, когда город вообще находится. Мы видим очень большие, на сегодняшний день уже большой дефицит в бюджете, потому что нам его предлагали в декабре как бездефицитный, а теперь вот в этих поправках мы видим, что он стал дефицитным. Как нам сообщил председатель комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Абдульманов, фракция «Единая Россия» отменила решение о покупке автомобиля для городского совета. Депутаты должны принять окончательное решение на заседании 25 марта.